На озере Светлом в рамках международных экологических акций «Марш парков» и «Спасти и сохранить» прошел районный чемпионат по рыбалке. Напомним, это мероприятие уже много лет организуют представители природного парка «Нумто» совместно с Комитетом по делам молодежи, физической культуре и спорту. В нынешнем году в нем участвовали 40 рыбаков из города и села Козым. Готовились, конечно, как всегда, дружно и слаженно. У нас уже есть заядлые рыбаки, которые приезжают уже не по одному разу. В этом году мы проводим девятый раз уже, в следующий год будет у нас юбилейный. Чемпионат по рыбалке стартовал в 9 утра и длился 3 часа. Погода была солнечная, дул западный ветерок, что значительно лучше, чем восточный, но хуже, чем северный, говорят бывалые рыбаки. Новоиспеченный пенсионер, а в прошлом водитель управления технологического транспорта и специальной техники Сергей Шульгин, знает о ему хитрости, как поймать удачу за хвост. Допустим, озеро Светлое, это такой водоем, что здесь надо приманки именно подбирать, именно игру кивком подбирать, глубину. А у местной рыбы это пеледь, как вы знаете, да? У нее столько всяких хитростей, и вот не каждый рыбак еще может ее и поймать. Сергей Шульгин один из дебютантов соревнований. Ему нравится любой вид рыбалки, особенно летняя, на спиннинг. В его арсенале огромное количество удочек и снастей. Практически ежедневно его можно увидеть на каком-нибудь из водоемов. Свой улов он раздает друзьям и соседям. Рыбалка – это и страсть, и любовь, и отдых. Это все, что он… Я не столько не охотник, а рыбак – это вот. Наверное, у меня стаж уже, вот мне 60 лет, стажа у меня, наверное, рыбацкого лет 55 точно. Пока одни поправляют крючки на удочках, другие согреваются горячим чаем. А кто-то учит детвору рыбацкому делу. Как, например, этот молодой отец, чей четырехлетний сынишка Рома оказался самым юным участником чемпионата. Вообще на этих соревнованиях в последние годы всегда много детей. Стало больше женщин, чему организаторы очень рады. Как и рыбаки мужчины, всегда готовы прийти на выручку дамам. Погода просто отличная и столько впечатлений. От самой природы, от самой атмосферы, что хоть кто-то наловил. Если самим не повезло, то радуемся от других участников. Пока рыбаки гипотезировали свои лунки, за ними наблюдали судьи соревнований, чтобы исключить любое жульничество. Каждая пойманная рыбка была у них на счету. В данный момент у нас судейская бригада состоит из пяти человек. Мы контролируем каждого рыбака, просчитываем каждый улов, чтобы не было у нас такого, что кто-то поймал, передал какому-то другому товарищу рыбку. Спустя три часа после начала чемпионата настало время подведения итогов и взвешивания улова. Победители соревнований получили памятные призы.